Здравствуйте, микрофон Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. И вопрос, который я традиционно задаю в самом начале, звучит так. Скажите, а зачем Путина пригласили выступить, пусть и в онлайн-режиме, но, впрочем, там весь Давос в онлайн-режиме на Давосе? Варианты. Чтобы в лицо ему сказать о том, как нехорошо травить людей. 8495-134-21-35 Вариант 2. Потому что из людей, реально знающих, что к чему, никто не верит в то, что Россия кого-то травила. 8495-134-21-36 И, наконец, вариант 3. Потому что все прекрасно понимают, что Россия вообще, и Путин в частности, будет в рамках посткризисной жизни играть очень большую роль и игнорировать ее абсолютно невозможно. 8495-134-21-37 Значит, еще раз. 134-27-35 Чтобы в лицо сказать Путину, что людей травить нехорошо. А 134-27-36 Потому что никто не верит, что кого-то травили. И 134-27-37 Потому что Россию категорически нельзя игнорировать. Ну, давайте мы посмотрим про голосование. Пока же я скажу одну вещь, которая меня чрезвычайно взволновала. Вот просто реально. Потому что это вещь, которая может коснуться довольно большого количества людей. Значит, я не знаю, обратили ли вы внимание, но с 1 января действует положение налогового кодекса, по которым резко выросли штрафы за предоставление неправильных данных по компаниям, которые у вас, у российских граждан, существуют за рубежом. Значит, штрафы эти выросли, вот, стали от полумиллиона до миллиона. Поскольку правильно предоставленные данные или нет определяет именно налоговое, то можно смело сказать, что если у граждан зарегистрировано, ну, условно говоря, там, 2 миллиона компаний за границей, ну, или полтора, то, по крайней мере, с миллиона можно взять по миллиону. А миллион на миллион это будет, между прочим, триллион. То есть, иными словами, можно закрыть дырку в бюджете за счет граждан, которые по дурости открыли компании за границей. Дополнительным фактором то, что государство решило бороться с гражданами, которые ведут бизнес за пределами России, это, соответственно, они там собираются или уже ввели, или собираются ввести запрет на разного рода выплаты типа алиментов и всего остального по заграничным исполнительным листам. То есть, нет, ребята, если вы хотите что-то получить, нет проблем. Открывайте счет в России и получаете на этот счет деньги, но выводить эти деньги нельзя. Вот это вот очень интересная логика, которая корреспондирует, хотя и не полностью с новостью о повышении штрафов, поэтому я склонен считать, что людям, у которых имеются иностранные активы, им надо, которые именно бизнес-активы, надо очень внимательно посмотреть на свое будущее, потому что не вызывает сомнений, что любые отчеты от иностранных компаний, которые вы здесь сдадите, в них можно будет найти ошибки. Мне это абсолютно очевидно. Я просто себе хорошо представляю, как это работает. Так что жизнь в этом смысле у нас будет интересной. Я настоятельно рекомендую всем срочно, как можно быстрее, эти активы закрывать. Хотя, разумеется, те компании, которые были в прошлом году, а налоговая отчетность еще не наступила, еще имеется время, не помню, там 20 апреля, кажется. В общем, у вас будут проблемы. Это однозначно. И никто вам не поможет, потому что, если дано указание налоговое, что со всех, кого можно взять миллионные штрафы, надо брать, то вас, как вы сами понимаете, ничего не спасет. Разумеется, я думаю, что самый сильный удар будет по офшорам, куда выводятся деньги. Но, так сказать, первый удар, но я думаю, что пострадать могут все. Значит, я останавливаю голосование, и картинка у нас получается следующая. 41% считают, что пригласили Путина для того, чтобы ему в лицо сказать, что нехорошо травить. 5% считают, что в это просто никто не верит. А 54% считают, что потому что влияние России по итогам будет настолько велико, что просто нельзя игнорировать, что все, ну, грубо говоря, весь крупный бизнес мира понимает, что невозможно игнорировать страну, у которой вот такой вес. Нужно выслушать, что она скажет с точки зрения вот этих вот кризисных и посткризисных раскладов. У меня, разумеется, на этот счет свое мнение, которое очень простое. Значит, ну, во-первых, я абсолютно убежден, что отравлений не было ни Литвиненко, ни Скрипали. Ну, то есть, Литвиненко, может быть, отравили, но, скорее всего, это работа Березовского. Отмечу, кстати, что некоторые российские силовики вполне могли быть в этой ситуации людьми Березовского. Вот в это я верю. Потому что, ну, я напоминаю, что вот эта вот семейная группа, которая в конце 90-х работала вместе, Таня, Валя, Волошин, Березовский, Шувалов, это все была одна команда. Я напоминаю, что и Шувалов, и Волошин, и Левицкая, и еще там много людей вышли из той компании, которую сделал Березовский для торговли ценными бумагами. И, соответственно, считать, что они, как бы, они могли разругаться, да, но поскольку система отношений пронизывала все, а тот же Волошин назначал всех генералов-силовиков до 2003 года, считать, что все эти люди вот так вот уже утратили свое влияние, это сильно сказано. Эти люди существуют, они находятся внутри российской системы. Я во второй части своего выступления на эту тему еще скажу. Так вот, весь фокус состоит в том, что атака на Путина, в том числе вот история с Навальным, она имеет очень глубокий объективный смысл. И я-то абсолютно убежден, что этот смысл как раз связан с тем, что роль России в посткризисном мире будет очень велика, много выше, чем сейчас, при условии, что мы будем вести правильную политику, пока мы ведем внутри страны неправильную политику. Именно по этой причине всех, кто, как бы, интересуется бизнесом в мировом масштабе, их не может не волновать выступление Путина. В этом смысле я согласен с теми 54 процентами, которые говорят, что все дело в том, что Россию игнорировать нельзя. Но альтернативные силы при этом очень хотят эту роль нивелировать и, самое главное, любой ценой оставить в России вот эту вот неправильную политику. И вот это вот очень важная вещь. Значит, в России очень сильна элитная группа, созданная в 90-е годы. Но я назвал уже ее лидеров. Но это лидеры, так сказать, семейные, которые шли от Ельцина. А есть еще и лидеры, которые шли по линии Гайдара Чубайса. Это и Набиулина, и Силуанов, и Мау, и имя им легион. За 20 с лишним лет они успели вырастить уже целое поколение. То есть люди, которых они начали учить в середине 90-х, когда была создана Высшая школа экономики, им уже за 40. То есть это люди, которые вполне всерьез сегодня претендуют на посты министров. При том, что они ни экономики не знают, ни, соответственно, интересы России не то, что они там не учитывают, не знают или еще чего-то, а, соответственно, вообще они не понимают, как они вообще могут существовать. То есть в этом смысле можно послушать, что говорит как бы Макфол, бывший посол Соединенных Штатов Америки, в России, который близок к команде Байдена, ну и все остальные. То есть там, на самом деле, ситуация в этом смысле, с точки зрения интересов России. Другое дело, что насколько сам Байден в состоянии будет эти идеи реализовать. Пока что у меня ощущение, что Байден это такой Горбачев в квадрате, задача которого развалить Соединенные Штаты Америки. Тут, впрочем, некоторые могут не согласиться. Но очень важно понимать, что происходит в нашей стране. Есть масса разных мнений и утверждений, что Путин на самом деле либерал, он поддерживает либералов, он подписывает все их бумаги, там пенсионная реформа и все остальное. Но при этом, правда, возникает вопрос, а зачем он тогда устраивает там Мюнхенская речь, выступление на Валдайском форуме 2014 года, всякие ракеты, еще чего-то, еще чего-то. На это есть объяснение. Объяснение очень простое. Путин, как и полагается офицеру спецслужб, прежде всего думает о безопасности, пускай личной. А личная безопасность не позволяет ему посыпать голову петлом и на коленях, как там императору, значит, как бы идти к папе римскому в коносу. Это известная история, да, по противостоянию императора Фридриха и папы, если мне память не изменяет, Григория XI. То есть речь идет о том, что Путин не может, у него как бы психологически невозможно сдаться на милость победителя в расчете на то, что, может быть, пожалеют. Ну, прежде всего потому, что он слишком хорошо знает этих людей и понимает, что не пожалеют. По этой причине он пытается сохранить некоторый инструмент безопасности. И вот именно это страшно раздражает Запад, которому нужно, чтобы все было жестко, четко и, как бы, самое главное, как они решили. Что сама по себе мысль, что кто-то сохраняет хотя бы минимальную независимость, она для них недопустима. И по этой причине Запад постоянно, еще раз объясняю, это пока в логике, что Путин либерал. А есть и логика, что Путин не либерал. И что он понимает, что 80% населения, а то и 90% категорически требует этих людей убрать. Но он также прекрасно помнит, что в предыдущий раз, когда была попытка убрать абсолютно аналогичного по количеству и по структуре людей, а именно бюрократию, которая возникла в СССР в 20-е годы, это закончилось, ну, скажем так, без нюй. Обращаю ваше внимание, кстати, что совокупно количество людей, которые были даже впрямую расстреляны, ну, было на тот момент, в СССР тогда было где-то примерно столько же, сколько сейчас в Российской Федерации население, в общей сложности в 1936-1938 год, если память не изменяет, где-то 650 тысяч человек. Вот при этом обращаю ваше внимание, что значительная часть этих людей стали жертвами как раз вот тех, кого должны были ликвидировать, поскольку они организовали, я про это много раз говорил, что так называемый большой, завала та группа в советской элите, целью которой была ликвидация Сталина на посту руководителя страны. По этой причине все прекрасно понимают, если сейчас начать большую чистку, это, в частности, прекрасно понимает Путин. Если сейчас начать, то в этом случае неизбежно либералы начнут против народа, с целью поднять народ против Путин. А для либералов ситуация катастрофическая. Либералы — это условное наименование, воры 90-х, они, конечно, к классическому либерализму никакого отношения не имеют, но зато им очень нравится политический либерализм, как логика отсутствия какой бы то ни было персональной ответственности. Типа, мы все украли, но мы не виноваты. Такое было время, так было можно, и поэтому, а самое главное, нельзя у нас ничего отбирать. И в результате возникает очень острый конфликт. Вот эта вот группа элита 90-х и те люди, которые воруют сейчас, но в рамках логики либеральной, созданной в 90-е годы, а их в стране, ну, в общей сложности, с членами семей до 10-12 миллионов человек. То есть это чиновники, это прихватизаторы и члены их семей. Ну, правда, у них уже значительная часть этих членов живет за границей. Неожиданно оказались в крайне тяжелом положении. Тяжелое положение двоякое. Первое, была договоренность, элитный консенсус конца 90-х, который звучал так. Мы не задаемся вопросом, откуда вы взяли деньги и свои активы, и вы как бы продолжаете быть частью элиты, но вы обезуете, да, и вы еще контролируете бюджет, финансы, экономическую политику, систему образования, систему здравоохранения, ну, то есть социальные расходы, ровно потому, что вы контролируете бюджет. Но за это вы обязуетесь обеспечивать инвестиции в российскую экономику, достаточные для самовоспроизводства. А у нас уже 8 лет спад. Нет инвестиций. Почему? Потому что с точки зрения той экономической политики, которую проводят либералы, внутренние инвестиции запрещены, и это требования старших партнеров на Западе, МВФ, и это требование исполняется неукоснительно, а иностранные инвестиции за санкции закрыты. И Запад в лице своих либеральных лидеров говорит нашим либералам, ребятам, уберите вашего Путина. Ну, вас же в элите большинство. У вас у всех собственность, у вас и всех имеются активы здесь у нас. Мы их отберем, и деньги отберем, потому что вы воры. А нам не нужен Путин, который пытается сохранить элементы, защищающие его независимость. Нам сейчас ваша независимость становится слишком дорогой. Поэтому будьте любезны, и мы у вас сейчас начнем отбирать все, и вас подведем под санкции, для того, чтобы вы свалили Путина. Вот вся логика. Логика. При этом, даже если предположить, что Путин, так сказать, свой, плоть от плоти, либеральный, вот этой команде становится понятно, его больше держать нельзя. Ну, просто невозможно. Потому что, если его держать, то в этом случае отберут все. И именно поэтому на митингах, которые были вот в субботу, есть очень серьезные основания считать, что очень многие российские чиновники и политики эти митинги поддерживают. Потому что цель поднять народ, чтобы свалить Путин. Ну, и при этом мы видели, да, в мае месяце попытки Путина заставить этих чиновников хоть что-нибудь дать народу. Чиновники, сдурели, что ли? Это наш бюджет, это наши деньги. Мы их уже распределили по карманам. Да, они пока еще в бюджете, но оказаться они должны в наших карманах. А вы что хотите сказать? Чтобы мы эти деньги отдали народу? Что за бред такой? Ну, это как бы... Это не укладывается в логику 90-х годов. И поэтому объективные обстоятельства заставляют Путина эту группу ликвидировать. 80% народу это поддержит. Сам Путин прекрасно понимает, у него есть очень серьезный шанс это проскочить. Ровно потому, что его позвали в водовоз. Вот это яркая публичная демонстрация, что у него есть шансы разыграть эту комбинацию. да, он человек, который очень не любит принимать такие жесткие решения, да, соответственно, может быть, ему очень нравится либеральная логика, но в рамках либеральной логики он не выживает, потому что продолжение либеральной политики это ухудшение состояния жизни населения, которое начинают поднимать, причем его же собственные соратники времен начала 2000-х, потому что их заставляет это делать Запад, их старшие партнеры. Вот это, я повторю еще раз, вот это объективная раскладка. Разумеется, объяснить это школьникам, которых чрезвычайно подлые люди вытаскивают на улице, объяснить это людям, которым сейчас до 35 лет и которые ничего не видели в 90-х, не помнят этого. Эта штука страшно сложная. Либералы кричат, вот смотрите, пока Путин не стал нас зажимать, в 2000-е какой был экономический рост. Любой грамотный человек прекрасно понимает, что экономический рост 2000-х это на первом этапе реформы Маслюкова Герасченко в первую очередь именно Герасченко, который до 2002-го года возглавлял Центробанк. Это на первом этапе. А соответственно на втором этапе это резкий рост цен на нефть. Все. Больше этого не будет. Мы можем вернуться к политике Герасченко? Можем. Это понятно что делать, понятно как делать, понятно какой будет результат, но это возможно только при условии либеральной команды в управленческой элите. То есть ровно то, чего Путин делать не хочет, потому что он понимает, что опасность повторения очень велика. Причем начнет этот большой либеральная команда. Потому что как только она поймет, что Путин сменил вектор, и у нее нету никаких шансов, потому что сбежать на Запад уже нельзя. Там уже все отберут. Вы поймите, у них наступает кризис, у них не хватает ресурсов. Они эти ресурсы хотят получить. И почему они должны сохранять право священное, распространять священное право частной собственности на активы, украденные соответственно российскими коррупционерами, неважно когда, в 90-е или 2000-е. Это мне абсолютно непонятно. Отберут все. И эти ребята уже все поняли. Более того, отберут все еще и детей начнут сажать, потому что это в подавляющем большинстве золотая молодежь, которая работать не хочет, ничего делать не будет и привыкла много тратить. что с этим делать? Один единственный вариант Валютина. И по этой причине как только станет понятно, что Путин всерьез занялся изменениями, тут устроят черти что. А при этом соответственно если он не хочет ничего менять, то ему все равно устроят черти что, потому что это требование Запада. И сама мысль, что Путина пригласили на Давоз, для очень многих западных политиков четкий сигнал, что надо его быстрее как можно быстрее ликвидировать. Вы поймите, то, что я сейчас описываю, это абсолютно объективная картина интересов и соответственно сил. Она вообще никак не связана ни с тем, что думает Путин, не с тем, что думают олигархи, не с тем, что думают еще какие-то конкретные лица. Они могут думать все, что угодно. Объективные обстоятельства в данном случае сильнее. И по этой причине бессмысленно рассуждать на тему о том, что как бы Путин что-то хочет или не хочет. Он может что-то хотеть, может что-то не хотеть. Но объективные обстоятельства его-то толкают в самые разные стороны. И вот что с этим делать, мне абсолютно пока непонятно. То есть у меня нету по этому поводу простых ответов. Перерыв на новости. Возвращаемся в студию микрофона. Михаил Хазин начинает отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте, слушаю вас. Алло, Михаил, добрый день. Здравствуйте. Это Максим из Вишкарле. Да, слушаю. Вопрос такой, вот допустим человечество оказалось на новой планете и там нет золота. Как определить стоимость денежных отношений, стоимость денег там с помощью киловаттов по-научному как вот? Ну по-научному нету использовались например на островах Тихом океане, ракушки, в других местах еще что-то. Тут как бы самое главное это придумать некоторый всеобщий эквивалент. Как только у вас начинаются торговые отношения, вам нужен общий и единый эквивалент. Вот с этим вот и надо работать. Вот. Поэтому почему было выбрано золото? По банальной причине этот металл очень легко верифицировать. Вот серебро от платины вы на глаз не отличите. Особенно если они маленькие. Если большие, платины тяжелее, но там еще свинец может быть. А золото, если оно чистое, оно обладает уникальными качествами. Во-первых, оно очень специфического цвета, а во-вторых, оно очень мягкое. Вот как свинец. То есть вы монетку пятикопеечную разгрызть зубами не сможете, зубы поломаете. А золотую монету можно перекусить, она мягкая. Вот поэтому золото на зуб проверяют. Ничего другого не было. Сейчас еще можно с помощью электрофизических свойств, потому что емкость и проводимость. Но еще оно очень тяжелое. То есть, в общем, существует аналогичного по качеству элемента, не существует. Да, его еще мало в природе. То есть, по этой причине оно и было выбрано. Но теоретически можно придумать и что-то другое. Вот тут очень интересно. Мне тут еще и пишут. Михаил Леонидович, Кудрин, Шувалов, Набиулина воры и ни на что не способны. А Сечин, Ротенберг, Тимченко молодцы, потому что друзья Путина держатели общака. Что-то у вас личное. А я вообще ничего не говорил ни про Сечина, Ротенберга и Тимченко, ни про Кудрин, Шувалову, Набиулину. С точки зрения того, как они относятся к активам государственным, еще чего-то. Я говорил о том, что Набиулина, Силуанов, Мао и прочие это идейные лидеры либеральной команды. Но это, по-моему, они и сами этого не отрицают. А вот, соответственно, кто чего делает и кто чего ворует, я вообще не обсуждаю. Я еще раз повторяю, я сегодня говорил об объективных тенденциях. Об объективных. они вообще от физических лиц независимы. Это, так сказать, массовые общие явления, которые существуют в нашем обществе. Вот и все. Или вы хотите сказать, что Набиулины и Силуанов активно вкладывают деньги в российскую экономику? Нет. Набиулина держит критически низкую монетизацию российской экономики. в три раза меньше, чем в Китае или в Соединенных Штатах Америки, поэтому внутренних инвестиций нет. Единственный источник инвестиций это бюджетные деньги. Как мы знаем, Силуанов по итогам прошлого года, когда страна задыхалась от отсутствия денег и спроса, триллион рублей, которые в бюджете предполагались к выдаче, не выдал ровно по этой причине. чтобы не дай бог наша экономика не развивалась за счет внутренних инвестиций. А логика очень простая. Владимир Владимирович, уйдите, дайте нам проводить либеральные реформы, и Запад тут же даст эти деньги. Этот самый триллион. А мы давать не будем, потому что МВФ против. Ну, понимаете, ну ладно бы это произошло один раз. И можно было бы сказать, ну это случайность, но это же происходит из года в год, ну посмотрите на картинку. А если вы не хотите смотреть на картинку, если вы не понимаете, что происходит, тогда молчите в тряпочку и не произносите разные бессмысленные мантры. Друзья Путина, хранители общаков, а то, соответственно, у либералов нет общаков. Вон у вас типичный совершенно пример либерального общака Джордж Сорос. Ну что? Чем он отличается? Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Денис, ты вонючий. Ты фу. Здравствуйте, слушаю вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Никита из Москвы. Меня интересует вот что. Правительство выделило на три года 39 триллионов рублей и на развитие национальной цели. И интересуют эти деньги откуда? И если это будет целевая эмиссия, то что это обозначает? Я не очень понимаю, что значит, что это означает. Значит, правительство в лице Мишустина решило выделить деньги. Согласится ли Силуанов с тем, чтобы эти деньги были выделены, это не очевидно. Мы видели это на примере. Я вам только что про это объяснил. Но даже если предположить, что Мишустин герой и выбил эти деньги для экономики, то возникает еще вопрос о том, как эти деньги в экономику вкладывать. Понимаете, как показал опыт вот этого лета, даже если деньги выделить на благое дело, то они могут до людей не дойти. И это уже не вина Мишустина, потому что Мишустин не контролирует всю ситуацию с распределением денег и в регионах, и в отдельных министерствах, и так далее, и тому подобное. То есть теоретически можно сказать, как же так, он премьер, а почему он не контролирует ситуацию в министерствах? Я могу сказать почему, потому что для того, чтобы министр взял ситуацию под контроль в министерстве в своем, нужно 3-4 года, потому что нужно, чтобы он аккуратно, соответственно, разобрался со всеми своими заместителями, со всеми начальниками департаментов, чтобы начальники департаментов разобрались со своими отделами. Но я работал, поэтому я могу сказать, 3-4 года. Мишустин работает год. То есть то, что он может, он делает. То есть в этом смысле он молодец, работает. он не политический премьер-министр, он руководит, ну, в меру своих возможностей правительства. То есть в этом смысле предъявлять к нему претензии можно будет только через 4-5 лет. Кстати, в СССР было правило, что человек, который назначен на новую руководящую должность, первые 2-3 года его не ругать. Потому что он должен войти в дело, разобраться, кто у него кто, обойти разных жуликов и так далее и тому подобное. Вот такая вот картинка. По этой причине то, что выделены деньги, это хорошо. А вопрос, насколько эффективно они будут работать, это вопрос отдельный и достаточно сложный. Здравствуйте, слушаю вас. Добрый день, меня зовут Сергей. А скажите, пожалуйста, за какие поступки действия сняли Трампа и будет ли у нас новая Ялта? Спасибо. Ну, а что значит сняли? По официальным данным Трамп проиграл выборы. В реальности очень велика вероятность, что выборы он выиграл, но результаты были подтасованы. Ну, а что, собственно, везде подтасовывают выборы. Если смотреть на американскую ситуацию, то у них подтасовка выборов входит в правила игры. Знаменитый анекдот. Когда Изи узнал, что его мама голосовала за Байдена, он целую неделю не носил цветы на ее могилу. Вот игра с мертвыми душами, с соответственно голосованием по почте, с регистрацией избирателей и т.д. и т.п. была в Соединенных Штатах Америки всегда. То есть по сравнению с ними у нас вообще прямо чистейшие совершенно выборы. Но проблема в том, что, судя по всему, в этот раз нарушения были демонстративные в ряде штатов. Вот. Но поскольку система контроля находится в руках банкиров, даже не демократов, а именно банкиров, которые купили демократическую партию еще много-много лет тому назад. По этой причине тут ничего не вышло. Ну вот, ну вот, не получилось. И я, кстати, считаю, что с точки зрения интересов России, ну вот в целом, да, как там цивилизации и государства, эта ситуация безусловно более выгодна, потому что Байден обрушит ситуацию в США сильно более быстро, чем, ну как бы, многие думают. Вот. И как показывает анализ тех действий, которые он уже совершает, опять-таки, я сошлюсь на обзоры свои макроэкономические, в них четко видно, что, судя по всему, начинают готовиться к обвалу мощному финансовых рынков, финансовых рынков в этом году. Как и любые сигналы, их можно игнорировать и говорить, ну есть же и другие сигналы, но посмотрим, что, собственно, ждать осталось не так долго. Поэтому, в общем, тут-то как раз все более-менее понятно. Здравствуйте, слушаю вас. Михаил Леонидович, добрый день. Да, слушаю. Александр Ерславович. Да. Скажите, пожалуйста, можно ли рассматривать, ну, скажем так, падение Трампа как некий такой сигнал для усиления либералов в России? И второй вопрос, знаете, да, что читаем мы с вами ТБШ, и как можно рассматривать будущее Трампа? Он вернется когда-то или уже против него будут действовать как-то очень грубо и сильно в дальнейшем? Ну, судя по тому, как активно пытаются все-таки довести дело об импичменте до конца, его боятся. То есть, боятся, что он сделает новую патриотическую партию, что еще чего-то. Понятно, почему. Потому что Трамп стал знаменем консервативных сил, а логика консерватизма начинает возвращаться. Да, политический либерализм умер. Вот я это не договорил в первой части. Российская либеральная команда в рамках элитного консенсуса конца 90-х обещала инвестиции. Инвестиций нету. По этой причине она должна уступить. То есть, на самом деле, в рамках верхних элитных раскладов в России либеральная команда ведет себя нехорошо. То есть, она получила нечто в обмен на свои обязательства, а обязательства не исполняет. Ну, так сказать, в простом русском языке это называется кидалом. Но, с другой стороны, у них-то простая логика. Ну да, но мы же закрепились, да, вы нам дали, но вы лопухи, что вы дали нам столько возможностей, например, контролировать образовательную систему. Но мы за 20 лет выучили столько своих, что эти свои теперь нас защищают, но просто по инерции, потому что они ничего другого не умеют. В тех же Соединенных Штатах Америки либералов начали готовить тотально с 75-го года. И, соответственно, никакой другой альтернативы не видно. Все люди, которые, ну, грубо говоря, моложе 60 лет, они все говорят на либеральном языке и дают либеральные рецепты. Пока это не рухнет, ну, все. Так что, посмотрим. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Да, слушаю. Здравствуйте, Михаил Жанинович, сейчас я потише сделаю, секундочку, чтобы тихо не было. У меня такой вопрос немножко... Как вас зовут? Как вас зовут? Вернуться. А что-что? Как вас зовут? Я откуда? Андрей меня зовут. Андрей. Да, хотел немножко вернуться к нашим внутренним вопросам. И вот у меня вопрос такой. Вот вы как бы, ну, о Мишустине отзываетесь как об очень, ну, достаточно таком грамотном управленце. Вот, насколько я понял. Ну, в принципе, я тоже разделяю ваше мнение, но здесь следующее. Мишустин налоговик. И, соответственно, с приходом Мишустина, ну, в общем-то, для предпринимательской среды ни для кого не секрет, что давление налоговых органов увеличилось в разы. На самом деле, но это сопало, может быть, через пандемию и с какими-то еще факторами. Ну, недостаточка денег в государстве, скажем так, но давление действительно усиливается, усиливается очень сильно. Это там, слышно, приторики о том, чтобы увеличить срок давности застания ПИП, по привлечению органов, органов МВД к раскручиванию неплательщиков, скажем так, и так далее. Но, дело в том, что, ну, основная, ну, как бы, на мой взгляд, да, как предприниматели, скажем так, основная причина и основная, собственно, подоплека всех налоговых, скажем так, разногласий, да, между государством и предпринимательским сообществом заложена немножко в другом. Она заложена в разных режимах налогообложения, существовании разных режимов налогообложения, ну, в одном взятом государстве, да, то есть у нас существует и упрощенка, и НДС. То есть, если ты, допустим, как предприниматель работаешь по НДСу, отправив деньги какому-нибудь, там, в кавычках, упрощенцу, да, мы по факту сразу попадаем на налогообложкаемую базу от всей массы денежных поступлений, которая поступает на организацию, да, то есть, соответственно, выражаясь другими словами, то есть, все эти вопросы по налогам можно было решить одним образом, оптимизировать систему налогообложения, точка. Все, почему это... Давайте я отвечу, давайте я отвечу, значит, ситуация очень простая. Дело в том, что налоговую систему у нас создавали в 90-е годы в рамках вот этой вот либеральной модели. И эта налоговая система, она специально создавалась под Россию сырьевой придаток. Вспомните, что говорил Гайдар. Зачем нам производство самолетов, зачем нам производство станков, мы это все купим на Западе, а будем продавать нефть. И, соответственно, по этой причине налоговая система, НДС тот же самый, категорически уничтожает любое производство в России. любые обрабатывающие отрасли, которые создают добавленную стоимость. По этой причине, для того, чтобы у нас развивалось внутреннее производство, нам необходимо эти отрасли от НДС избавлять. Теоретически надо менять налоговую систему, делать ее из сырьевой в производящую, то есть НДС уменьшать и наоборот, соответственно, снижать налоги на тех, кто что-то делает, кто создает добавленную стоимость, неважно, это обрабатывающие, или это интеллектуальные, или еще чего-то. А не делать такие вот анклавы. Ну, я сейчас не говорю про Сколково, которое создавалось как отмывочная контора, как раз либералами, но у нас есть и частные Сколково. Так вот, весь фокус состоит в том, что для того, чтобы это сделать, налоговика не хватает. Мишустин не может изменить эту ситуацию. Я обращаю ваше внимание, нигде ни в одной стране мира в условиях экономического кризиса не повышают налоги, потому что это только ухудшает ситуацию. В нашей стране налоги все время растут. И сколько угодно можно объяснить, что это не налоги, это какие-то дополнительные выплаты, еще чего-то. Но вы поймите, вот для любого человека, который что-то хочет делать, ну вот как бы вот экспорт, да, вот я делаю обзоры, я их пытаюсь продавать в Евросоюзе в Соединенных Штатах Америки, ну хотя бы для того, чтобы доносить, что реально происходит. для этого я сделал компанию в Германии. У нее оборот совершенно минимальный, она пока приносит мне убытки, потому что мне нужно оплачивать аренду, потому что мне нужно оплачивать директора, это Германия. Но при этом там сайт работает, обзоры продаются, да, финансовые поступления практически, ну они пока маленькие, но они растут медленно. Но проблема состоит в том, что если сейчас меня начнут брать штраф, миллион рублей, то я не могу так существовать, у меня нету лишних миллионов, поэтому я эту компанию буду закрывать, что, впрочем, ничуть не мешает налоговой взять с меня деньги за прошлый год, за то, что я якобы подал неправильные документы. Я, собственно, откуда об этом узнал, да, я с этим столкнулся по жизни. И это объективная проблема, надо менять налоговую систему, но это не в силах Мишустина, потому что налоговую систему контролирует либеральная команда, потому что главный эксперт у нас МАУ, а министр финансов Силуанов, которые не допустят, чтобы были снижены налоги. Они вообще, ну, минфиновцы вообще не понимают, что при снижении налогов увеличивается оборот, и тем самым собираемость налогов может вырасти. Но они будут это за пределами. Это я еще, когда в Министерстве экономики работал, я с этим сталкивался. Ну, просто, ну, вообще. Совершенно непонятно, что с этим делать. Вот. Без зачистки либеральной команды тут абсолютно невозможно что-то сделать. Это катастрофа. Потому что нынешняя налоговая система в принципе несовместима с развитием. А для того, чтобы ее сменить, нужно менять всю вот эту команду. Здравствуйте, слушаю вас. Добрый день, Михаил Сергеевич. Да, слушаю. Вы уже год говорите, что Путин не может избавиться от либералов. Вот только что подтверждаете. Продолжает он там рассчитывать риски. Он боится как бы чего не случилось. Вы можете конкретно сказать, что произойдет, если Путин сменит эту команду? Ну, я вам уже объяснил, что очень велика вероятность, что придется в этой ситуации заниматься чистками. Это очень опасная ситуация, очень тяжелая и совершенно непредсказуемая. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Добрый день, Михаил Леонидович. Дмитрий беспокоит из Лондона. Сегодня хорошенький вопрос. Вот, можете вы сказать, вы верите в последние факты, в последнее расследование Навального? Да, верю. Нет, не верю. Или хотите обсуждать? Я вообще слово Навальный и слово расследование не как бы не совмещаю. Навальный занимается ментополитическими спекуляциями. Ролик, который он всем продемонстрировал, сделан спецслужбами, либо английскими, либо американскими, потому что закадровый текст перевод с английского языка. Вряд ли Навальный для него английский является родным языком. Поэтому обсуждать это я не считаю вообще осмысленным. имеет место как бы политический накат. Содержание его может быть самое разное. Я примерно себе представляю, как устроена российская власть. Я примерно себе понимаю, какие могут быть поводы. Почему он не сделал расследование по Хантеру Байден? Вот он, пожалуйста, замечательный тем, почему... Ладно, хорошо, бог с ним, Хантер Байден это Украина. Украина сейчас другое государство. Давайте по-другому. У нас коррупция началась с приватизации и залоговых аукционов. Почему он не хочет рассмотреть залоговые аукционы? Почему он не хочет рассмотреть истории начала конца 90-х, начала 2000-х, когда Волошин был главой администрации и контролировал приватизационные процессы? Вы понимаете, как только я вижу, что человек начинает свои так называемые антикоррупционные расследования исключительно с членов кооператива Озера, я из этого делаю немедленный вывод, что он политически ангажирован. А если человек политически ангажирован, то значит каждое его слово политически ангажировано. Ну и по этой причине он врет. А если человек врет, я не хочу его слушать, у меня времени на это нет. Ну просто нет. У меня своих дел хватает. Поэтому тут как раз по-моему все абсолютно очевидно. И в этом смысле вы можете там рассказывать все что угодно. Это примерно то же самое, что история с Литвиненко. У меня англичанам на все вопросы о Литвиненко ответ один. Вы пригласили к себе Березовского, зная, что он вор и убийца. Вот теперь вы несете ответственность за всех его людей. Сами, лично, персонально. А больше никто этой ответственности не несет. Но на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok